Улица Островского, жители дома 101А и общежития политехнического колледжа обеспокоены обострившейся проблемой – нашествия крыс. Вокруг контейнерной площадки можно наблюдать глубокие норы. Грызуны свободно перемещаются и не боятся прохожих. Местные жители боятся и говорят, что выбрасывать мусор стало небезопасным. Вот эта свалка здесь – это что-то безобразие вообще. Почему-то никто вообще за ней не смотрит, за этим мусором. Здесь крысы, невозможно вообще выкинуть мусор. Наверное, люди все-таки и кидают. И на дорогу, здесь бывает, что дорога вообще вся мусорит. Я думаю, что все-таки желтые баки предназначены для пластика. Бутылки там всякие. Очень сильно захламляют территорию самого мусорного участка. Его мало убирают. Раз в неделю где-то так у нас появляются крысы. Из-за этого у нас очень много крыс здесь в районе находится. Около 10 я встречал недавно, пошел выбрасывать мешок мусорный. Как мы можем видеть с вами, люди их не используют под раздельный мусор. Желтые солнечные контейнеры предназначены для сбора вторсырья. Пластик, макулатура, металл и стекло. Другие баки, оснащенные крышками, для бытового мусора. Важно соблюдать порядок расфасовки, ведь дни вывоза у них разные. Желтые контейнеры были размещены на площадках города Перцка для раздельно собранных отходов. То есть это отходы пластика, отходы металла, отходы картона. Те отходы, которые в дальнейшем поступают на переработку. Баки эти вывозятся не ежедневно. Все верно, они вывозятся раз в неделю. Потому что такое правило для раздельно собранных отходов. Про крыс я вам тут вообще не подскажу. Я думаю, что тот, кто осуществляет содержание контейнерной площадки, тот, в принципе, и должен, видимо, следить за санитарным состоянием этой площадки. По словам директора компании «Экосервис», их работа заключается в транспортировке мусорных отходов. А ответственность за уборку контейнерной площадки несет управляющая компания или же органы местного самоуправления, если площадка расположена на муниципальной территории. По крысам информация в управляющую компанию, ну и в администрацию, соответственно, поступила несколько дней назад. Вот вчера были приняты меры по обработке данного места. Терротизация проведена, повторная требуется. Дальше будем наблюдать. То есть, если будет необходимость, дополнительная терротизация будет проведена. Начальник отдела также сообщила, что ответственное лицо за санитарную обработку контейнерных площадок – управляющая компания, закрепленная за данными домами. В августе месяце за дом по улице Островского, 101А, отвечает управляющая компания «Уютная среда». Мне передали в июле, вот не сдали, бросили, и с крысами, и я месяц дежурю на ней, и следующие будут также мучиться и с крысами, и со всеми животными. Эти животные заводятся не только на этом, но и с подвала общежития «Кроломах-62». Первый вопрос. Второй вопрос. Бегут, которые рядом магазин «Мария Ран». Проблема крыс в мусорных баках несет серьезную опасность общественному здоровью и гиене, так как грызуны – переносчики различных заболеваний и паразитов, а также могут нанести серьезный вред инфраструктуре и имуществу. На первый взгляд, грызуны кажутся безобидными обитателями города. Тем не менее, они способны заразить человека такими заболеваниями, как ТИФ, бешенство, лептоспироз, токсоплазмоз и геморрагической лихорадкой. Как скоро будет решена проблема нашествия крыс? Корреспондент ТВК будет следить за развитием ситуации. Продолжение следует...